Методика иноязычного образования Тема лекции – методология иноязычного образования Лекция 1. The Department of Foreign Language, Two Foreign Languages, Second Year Lecture, Шнар Нурманова Цели и задачи лекции – изучить современную платформу научного познания теории иноязычного образования 2. Рассмотреть объект иноязычного образования, междисциплинарный конструкт, язык, культура, личность 3. Исследовать методологическую категорию лингвокультура 4. Рассмотреть методологические принципы когнитивный, коммуникативный, социокультурный, лингвокультурный, концептуальный, развивающий, рефлексивный 5. Изучить конечный результат субъект межкультурной коммуникации План лекций Межкультурная коммуникация – язык, культура, личность Современной платформы научного познания теории иноязычного образования 2. Объект иноязычного образования, междисциплинарный конструкт, язык, культура, личность 3. Методологическая категория, лингвокультура 4. Методологические принципы когнитивный, коммуникативный, социокультурный, линвокультурный, концептуальный, развивающий, рефлексивный И пятый вопрос – конечный результат субъекта межкультурной коммуникации. Следующие термины, как реализация образования, теория иноязычного образования, межкультурные, культурологические, коммуникативные, концепция и т.д. будут использованы в течение лекции. Таким образом, современная платформа научного познания, теории иноязычного образования, обязательными характеристиками методологии иноязычного образования, как теория научного познания, является системность, научное познание и исследование конкретной научной области, наличие единой теоретической платформы, обеспечивающей раскрытие целостности объекта, функциональной взаимосвязанности его составляющих, Наличие совокупности методологических принципов, отражающих конкретную методологию этой науки, наличие системы понятий и категорий, отражающих теоретическую платформу. Когнитивный лингвокультурологический базис составляет содержание концептуально деятельностных платформ для становления субъекта межкультурной коммуникации. Расширение предметной области иностранных язык до уровня иноязычного образования. Здесь межкультурная коммуникативная теория обучения иностранным языкам, как ведущая современная концепция иноязычного образования, отражает ее направленность на интегрированное обучение языку и культуре, обеспечивающие раскрытие языка как транслятора социокультурной специфики и национально-языковых сообществ при коммуникации, способствующие их взаимопониманию и взаимодействию в условиях открытого мира. Соответственно, это определяет смену предмета изучения и овладения иностранным языком на сложные и интегрированные понятия иноязычного образования. Объект иноязычного образования – это междисциплинарный конструкт язык-культура-личность. Методология и современная межкультурно-коммуникативная концепция иноязычного образования системно и целостно исследует и раскрывает комплексный и междисциплинарный конструкт язык-культура-личность как объект научного познания во взаимосвязи всех его составляющих. Комплексный и сложный конструкт язык-культура-личность как объект научного познания Ряда стыковых наук выступает как единый объект научного анализа и дидактического изучения иноязычного образования, в силу того, что язык и культура как единый комплекс являются неотъемлемой частью процесса познания и формирования вторичных ментальных конструктов, обеспечивающих новую языковую концептуализацию мира личностью и служат для него системой координат, которые он использует при восприятии с окружающим миром, в процессе приобщения к новой лингвокультуре и собственного становления как субъекта межкультурной коммуникации. Методологическая категория лингвокультуры Соответственно, объективным проявлением социализации личности является его приобщение, ментальное отражение и овладение таким ограниченным средством, как язык и культура определенного этноса, которое имеет базовую и закрепленную форму мышления на основе родной лингвокультуры. Соответственно, правомерно определять категорию лингвокультуры и в качестве методологической основы конкретной научной области теории иноязычного образования способны к интегрированному преломлению, обеспечить познание и изучение специфических закономерностей взаимодействия как целого языка, культуры, личности. Методологические принципы Когнитивный, коммуникативный, социокультурный, лингвокультурный, концептуальный, развивающий рефлексивный. Полноценное отражение сущности современной методологии теории иноязычного образования обеспечивает совокупность методологических принципов, такие как когнитивный, концептуальный, коммуникативный, лингвокультурный, социокультурный, развивающий рефлексивный. Значимость когнитивного методологического принципа предопределяется тем, что конечный достижимый целью обучения иностранным языкам в современных условиях формирования субъекта межкультурной коммуникации может быть достигнут только в результате при обеспечении сформированности вторичного когнитивного сознания, как образа мира другого народа, как когнитивно обусловленный процесс ресоциализации с различной ступенью достижимости. Ресоциализация субъекта и овладение языком через культуру страны изучаемого языка на когнитивном уровне не должно представлять собой единый процесс формирования и становления личности будущего субъекта межкультурной коммуникации. Коммуникативный принцип предполагает владение всем комплексом коммуникативного поведения как совокупностью норм и традиций общения народа той или иной лингвокультурной общности, что в свою очередь обуславливает тот факт, что несформированность адекватного прагматического компонента межкультурной коммуникации и коммуникативного поведения, типичного для лингво-социума страны изучаемого языка, является причиной срывов в ситуациях межкультурного общения, так как этот компонент реализует взаимосвязь между говорящим высказыванием и коммуникативным контекстом. Социокультурный принцип пронизывает все звенья системы межкультурной коммуникативной теории иноязычного образования от уровня формирования нового пласта в структуре знаний и ментального механизма, нацеленного на конечный результат формирования личности субъекта межкультурной коммуникации до содержательного методического и технологического переустройства всего образовательного процесса. Социокультурный принцип ориентирован на формирование знаний био-би-культурного субъекта коммуникации, базирующихся на сопоставительном изучении данных родного и инокультурного социума. Лингво-культурный методологический принцип имеет двунаправленную реализационную основу. 1. Во владении родным языком и культурой в антагенезе как неосознанный процесс. 2. При изучении другого языка и культуры в диалоге культур отражает как осознанный процесс формирования иного языкового мира, который накладывается на первичные сознания и структуры знания в форме ментальных конструктов. 3. В когнитивно-деятельственном аспекте это достигается через направленное формирование новых когнитивно-лингово-культурологических комплексов, включаемых в общий когнитивный механизм личности по мере усвоения иноязыка и инокультуры. 4. Формирование субъекта межкультурной коммуникации при обладении иностранным языком осуществляется на отражении языком концептуально организованного представления картины мира другого социума как результат единого интегрированного механизма обработки естественного языка в сознании человека. 5. Развивающий рефлективный принцип реализует идею центрирования на личность, развитие его потенциальных возможностей и способствует стратегии познания и саморазвития, обосновывает специфику когнитивно-деятельственного процесса присвоения новой лингвокультуры субъектам учебной деятельности, позволяет целенаправленно управлять процессом становления субъекта межкультурной коммуникации. 6. Межкультурно-коммуникативная теория наязычного образования Это выбор об разработке когнитивно-лингвокультурологической методологии теории наязычного образования 7. Правомерность выделения лингвокультуры в качестве базовой методологической значимой категории, синтезирующей в единый и органичный целый язык культуры личность 8. Методологические адекватности теории межкультурной коммуникации как современной социально обусловленной концепцией иноязычного образования, цементируемой в системе совокупностью методологических принципов, интегрированной и комплексно реализующихся в рамках одноименной методической системы через систему методических понятий и категорий, технологий, предметно-процессуальных аспектов, содержания иностранного языка и другое. Единая теоретическая платформа, отражающая целостность объекта изучения научного исследования и дидактического изучения, является современной ведущей концепцией межкультурно-коммуникативной теории иноязычного образования. Таким образом, межкультурная компетенция, как реализованная цель и результат межкультурно-коммуникативное обучение, призван отражать результат взаимосвязанного проявления методологических принципов, базовыми из которых являются коммуникативный, лингво-культурный, социокультурный, концептуальный, личностно-центрированный, приведущим к когнитивному. Уровень сформированности межкультурной компетенции определяется как когнитивно обусловленный процесс, ресоциализация с различной степенью достижимости, а ресоциализация субъекта и овладение языком через культуру страны изучаемого языка на когнитивном уровне, то есть на познавательном, не должна представлять собой единый процесс формирования и становления личности будущего субъекта межкультурной коммуникации. Конечный результат – это субъект межкультурной коммуникации. Под личностью субъекта межкультурной коммуникации целесообразно понимать личность с высоким уровнем сформированности когнитивно, то есть познавательно, знаниевых и деятельностно-коммуникативных основ межкультурной коммуникации, отражающих наличие вторичного когнитивного сознания, субъекта и обеспечивающих способность личности адекватно осуществлять межкультурную коммуникацию. Достижение уровня личности субъекта межкультурной коммуникации – это максимально достижимое качество в условиях отсутствия языковой и социокультурной среды, наличие элементов сформированности, вторичной социализации и представленности, когнитивно-социально-ментального конструкта сознания субъекта как процесса ресоциализации личности, определение конечного результата, иноязычное образование, формирование личности субъекта межкультурной коммуникации, обусловлено тем, что в качестве образовательного аспекте этот уровень характеризуется межкультурно-коммуникативной компетенцией. 2. Обеспечивает способность личности осуществлять межкультурную коммуникацию в ариативных, профессиональных и жизненных ситуациях, и в когнитивном деятельностном аспекте достижения этого уровня личности обеспечивается осознанной и целенаправленной деятельностью будущего субъекта межкультурной коммуникации, направленной на формирование новых когнитивно-лингово-культурологических комплексов, включающих в общий когнитивный механизм личности по мере усвоения иноязыка и инокультуры. Также предполагает вторичное когнитивное осознание и процесс постепенной ресоциализации личности через социализирующий концепт иной социо- и лингвокультуры. Следующие вопросы для закрепления. При подготовке к семинарским занятиям нужно будет уметь отвечать на эти вопросы. Что означает когнитивная методология иноязычное образование, что означает лингвистическая методология иноязычное образование, культурная методологическая методология иноязычное образование и понятие объяснить межкультурной коммуникации, язык, культура, личность. При подготовке использовать следующую литературу. Продолжение следует...